Основной вопрос этого выпуска. Что сподвигло автора на эту идею? Что хотел он этим сказать? Или на что намекал? Я покажу вам место, где бракуют молодоженов. Батумский бульвар. Сегодня, други мои, расскажу я вам про одно симпатичное, но довольно странное и загадочное сооружение. Расположено оно на Батумском бульваре, и в нем бракуют молодоженов. ЗАГС называется. Дворец сей привлек мое внимание сразу, как только мы прибыли сюда. Увидев его впервые, мелькнула параллель. Вспомнилась Валенсия и ее знаменитый город на ух. Такая же модерновая, притягивающая взгляд картинка. Рассмотрев поближе и более внимательно, конструкция оказалась намного интересней и загадочней, чем можно было предположить изначально. Казалось бы, все просто. Светлое помещение с одним входом, внутри происходит таинство посвящения, с музыкой, судя по динамикам, и цветочными всякими украшаловами. Но заинтересовало меня не внутреннее убранство, а внешнее. Давайте вместе рассмотрим этот венец архитектурной мысли, который просто взорвал мое разыгравшееся воображение и очень даже подтолкнул к философским размышлениям. Конструкция ЗАГСа далеко не прямолинейна, можно сказать абстрактная. Имеет как бы три стороны, плавно перетекающих друг в друга. Сторона, где расположен вход, очень напоминает мультяшного цыпленка. Ну, как рисуют обычно, да, вот так, такой глазик, здесь даже чубчик такой, клювик, ну, реально цыпленок. Или рыбка, возможно, рыбка. Ну, или рыбка. Кому как угодно, сути не меняет. Миленько, сладенько, даже ванильно-романтично, я бы сказал. Но, как вы поняли, это еще не все. Обратная сторона этой истории – голова рептилии. Можно четко разглядеть хищного динозавра, ящера, всплывающего из воды. Вот глаз, вот клюв. Видите? На этом символизм не заканчивается. Две эти противопоставленные стороны сходятся в одну точку. В эдакий острый угол – пик вечной борьбы, взаимоотношений, единства, противоположностей. Ну, а теперь кульминация. Обойдем этот острый угол и взглянем на дворец с другой стороны. Что мы здесь видим? Сами мне подскажите. Кого нам подложили? Вспомнилось, как раньше на рынках и в местных лавках лежали отрезанные свиные головы. Вот реально, не имея даже бурного воображения, четко видна поросячья голова. С ушками, пятачком, все как у хрюшки. И вот тут сам собой напрашивается вопрос. А что, собственно, имел в виду автор? Какой такой сакральный смысл он дунул в этот проект? Как понять, это у него сарказм такой в замесе со здоровым цинизмом? Или печалька житейского опыта? Интересно, конечно. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Скорее всего, автор из добрых побуждений пытался предостеречь от чего-то молодых. Все возможно. Как знать. К сожалению, вопросов много, ответов нет. Имеем, что имеем. А теперь вопрос к зрителям. Как вы думаете? Что хотел сказать автор? Или на что намекал? Какие у вас родились ассоциации? Наверняка кто-то увидел что-то иное, в отличие от меня, или знает точный ответ. Пишите. Я думаю, будет очень интересно почитать комментарии под видео. Делитесь роликом с друзьями. Чем больше людей увидят его, тем больше мнений мы узнаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до скорой встречи. Оставайтесь на плаву. Подписывайтесь на канал.